Поэтому должны понять, что если вы потребляете что-то, берете что-то у кого-то, вы будете зависимы. Особенно это касается брамманов, класс в 200, который обучает. Тот, кто обучает, не должен зависеть. Господа, я сколько раз на этом сжигался, честно скажу. Вот мне так клянутся, божатся, да мы тебя уважаем, да то, да мы тебе это, да мы тебе вот это, давай помоги нам, мы тебе зарплаты будем давать. Да, такие все хорошие сначала, но как только ты у него взял один рубль. Вот один бизнесмен, историю расскажу, один бизнесмен, я помогал его на фирме, там людей там расставлял по местам и так далее. Ну, на зарплату платил. И вот один прекрасный, я прихожу, он мне говорит, подожди в коридоре. Ясно? Подожди в коридоре. Я говорю, дорогой мой, вот твои деньги, которые ты мне заплатила, вот тебе сверху на чай, сходи попей водички. А теперь я тебе обещаю, что твоя фирма благополучно развалится. Вот тебе мое проклятие. До свидания. И она благополучно развалилась. Знаете, почему она развалилась? Потому что, когда поступаешь по тхарме, тхарма на твоей стороне. Справедливость на твоей стороне. Не имеешь права так в учителях обращаться. Почему учителя махамят? Сидит какой-то там выродок из новых русских. Давай, учи меня. Папа тебе заплатил. И ты будешь его учить. А вот так не сделай. И вот так. Помните, вчера мы дурковали? Как он им дал обзал? Вот так же они сидят. Учителя начинают так же себя вести по отношению к этим богатеньким детишкам. Почему они начинают это все вести? Почему? Жадность или глупость. И я тогда понял, что больше я никогда в наем не пойду. Это было не один раз. Три раза такой у меня был случай. Я понял, что это закономерность. И что бы эти люди не обещали? Какие бы они хорошие не выглядели. Не верьте им. Если вас покупают, над вами будут издеваться. Поэтому браманы должны держаться в стороне. Лучше в нищете, но на свободе. И потом что началось? Как я сейчас замечал. Тебе заплатили. Ты это вот говори, а вот это не говори. И вот случай был, и вы говорите плюс компании. Могу точно сказать. Мне наняли лекции почитать. Пришел. Вот нормально лекции почитать. Потом я стал понял уже, что нужно не наниматься, а договор заключать. Что я буду говорить, и что я не буду говорить заранее. Но он мне говорит, слушайте, ты не говори, что это векарство возбуждает. Ты скажешь, что оно подходит всем. Каков мотив? Продать. И они начали, чтобы меня в оборот пустили. Давай продавай, тут мы распространяем. А вот это не говори. Это нам неинтересно. Я говорю, так торгаши, рот закройте все. Свой. Вы должны быть жестко по отношению к истине. Рот закройте. Я говорю то, что считаю нужным. А торговать баночками будете вы. Обмануете деньги. Вот этот продукт, пита души, не подходит. Так какой скандал подняли? Уберите этого Серебрякова. Но он нам все позже испортит. Не дает людей обманывать. Не разрешает. Понятно? В чем сила Брамана? Не только вам, в чем учителей. Тот, кто хочет что-то дать людям. Не нанимайтесь. А если заговор заключаете, сразу говорите. Буду говорить то, что считаю нужным. Вопросы есть, вопросов нет. Точка. И вас будут уважать.